Бывшие и нынешние сотрудники Федеральной службы безопасности отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. На кладбище в Болино мемориала скорбящей матери в канун Великой Победы звучали оружейные залпы. Участники войны, ветераны ФСБ, возложили цветы. Для меня этот праздник самый лучший, который существует в празднике у нас в стране. С чем это связано, понятно, что мы, 18-летние парни, пошли, минуя детство и юность, пошли на фронт. Вместе с сотрудниками управления приехали и их подшефные, воспитанники Шуйского детского дома. Большинство ребят впервые на подобном мероприятии, да еще и в компании чекистов. Дети своими руками сделали венок, который возложили к подножью скорбящей матери. Они хорошо знают историю Великой Отечественной войны и благодарны ветеранам за их мирное детство. Мы сделали много подделок для этого праздника. Потом мы очень рады были, что нас пригласили. Мы с радостью все согласились, потому что мы помним, гордимся героями, благодаря которым мы живем. Знаю, что очень много людей погибло. Даже могу сказать, может даже не точное число погибших людей. Это 20 миллионов. Великая война, она очень жестокая. В наши дни мирное небо. Тем, кто трудился в тылу, снабжал фронт всем необходимым, тоже достойны высокого знания. Люди, те, из которых мы сейчас живем, воевали за нас, отдавали жизни. Но если бы их не было, то мы сейчас бы жили, можно даже сказать, не в России. День Победы, без сомнения, самый эмоциональный и патриотичный праздник для нашей страны. И это настоящее везение для современников, что 69 лет спустя рассказы о войне все еще можно слушать из первых уст. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.